Сегодня в зоне АТО ранили одного украинского военного. На донецком направлении боевики били из миномётов различных калибров на подступах к Водяному и Широкино. Вблизи Новоселовки противник использовал гранатомёты, пулемёты и стрелковое оружие. Не утихает огонь и в районе Авдеевки. Там наших защитников донимают вражеские снайперы и диверсанты. Руслан Смещук продолжит. Вот за этим деревом тут лучше пробежаться, а то снайпера простреливают полностью. Давайте побыстрее. Авдеевский плацдарм. Передовые позиции, выдвинутые за промзону. Боевые действия ведутся в разбитом дачном кооперативе. Здесь постоянно нужно быть на чеку и по первой же команде вжаться в снег. Бывает черком только. Ба-бах. Здесь, там, там под кирпичи немного прикрывают. Но тоже лучше лишний раз это называется, типа знак, что тебе надо прилечь. До противника здесь очень близко. Настолько, что даже можно рассмотреть дым от буржуек в блиндажах боевиков. Ну вот это он там в больнице сидит постоянно и постреливает. А он, видно, их не брусью, а то уже они там в руинах везде. Подлазят, кидают гранаты. Ну мы, естественно, реагируем на это. Они не стесняются в полный рост, могут даже вылазить. Погода вносит свои коррективы. Снег, отличная маскировка для вражеских снайперов и диверсантов. Лучше лишний раз не высовываться. Ну тоже бывает часто, идешь, проходишь, бах, пролетело. Что-то там, я не знаю, не дорабатывают они. Ну снайперы активизировали сейчас в последнее время. Тем более снег выпал. Им нормально маскировочка. Нормально. Работают сейчас. Как раз самое время. Тут 100 метров. Тут если захотеть пробежать, можно, я не знаю, там за 10 секунд бронежилет. И там еще пулемет можно с собой протянуть. Там максимум минута, он уже тут будет. Стараемся тоже смотреть. Есть у боевиков и техника. Впрочем, она расположена чуть дальше, чтобы ее нельзя было достать из украинских пулеметов. От вражеской пехоты метров 300-400 стоит их подмога брони, как бы на всякий случай. Ну бывает, работают. Даже, ну вот, слышно, когда ЗУ работает. Ну, в основном работает пехота сейчас, провоцирует. На провокации, понятно, что не отвечаем. Провоцирует с пулеметов. Стреляло даже очень, что не могли подняться. Вскоре на пределе слышимости начинают раздаваться взрывы. Это по смежным позициям работает тяжелое вооружение. На данный момент мы слышим прилеты градов. Но дистанция достаточно большая. Возможно, работают по району Песок, позиция в районе Донецкого аэропорта. Ну, достаточно интенсивно. Камера, возможно, не очень подхватит этот звук. Вот опять. Ну, уже ракет, наверное, под 15-20. Впрочем, несмотря на нарушения боевиками режима тишины за прошедшие сутки, в зоне АТО среди украинских военных и мирных жителей нет ни убитых, ни раненых. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.